обратите внимание я для себя сделала разметку видите крестообразную я специально делаю разметки когда мне надо поработать трафаретом если мне нужна симметрия если бы у меня был например возможность располагать вот так вот его или как-то еще я конечно даже не напрягалась отделала на глаз но здесь мне нужно сегодня более строгая форма более строгое ощущение поэтому буду работать симметрией буду работать шпаклевка по дереву это основа мдф то есть по сути древесная стружка такая вот соответственно это для дерева и это по сути близко к дереву они хорошо совмещаются поэтому я не грунтую тем более что качество самой основы мне это позволяет я буду работать спокойненько по негрунтованному основанию из нюансов работы так как у меня да вот этого надо нужно будет потом шпаклевочная моя работа мой трафарет он будете подшкуриваться и при этом можно позволить себе небольшой эффект винтажности то есть я могу себе позволить мои любимые легкие повреждения работать как придется так как я буду делать одну часть сюда а потом еще дополнять внизу мне сначала придется сделать всю верхушку подсушить и потом дополнить низ выбираю кусок каким бы я хотела потом видеть работу еще раз идеальность мне сегодня не очень важна я могу себе позволить некоторые но я называю тогда бракоделия называю так хотя по сути это просто художественный подход сложно обвинить себя в непрофессионализме или нежелание становиться профессионалом да просто всегда есть выбор мы делаем навьем или мы идем винтажность вот я иду винтажность я могу себе это позволить дальше так свинячить по чуть-чуть обычная карточка удобная легкая круглые уголки я такие карточки еще разрезаю вот сегодня для работы мне потребуется такая кусочком подарочные карты были очень хорошая вещь именно для вычищивая вычищение очищение ухты мой короче говоря для сковыривания шпаклевка ура русское слово нашлось шпаклевку я немножечко развожу водой потому что если будет очень густая то у меня просто тоненькие маленькие детальки не проработаются я сейчас не боюсь заходить на то место где будет картинка мне это не страшно совершенно по поводу того сколько сейчас насколько вешать в граммах да сколько намазывать шпаклевки я буду намазывать достаточно тонким слоем мне здоровенный объем не нужен у нас сегодня будет с вами работа такая тонировочные по шпаклевке соответственно вырисовывать какой-то высоченный рельеф ни к чему задирать его не буду просто видите как бы но и не совсем заполняют только промежутки есть объем небольшой объем все-таки присутствует не огромный так чтобы были заняты дырочки в трафарете и пожалуй что чуть-чуть они возвышались возвышались бы при этом все не больше пока работаю дальше мне конечно удобно что я вижу где у меня там границы белого участка для картинки поэтому нету риска что я совсем запачку и место под изображение ну слишком сильно запачку риска такого у меня почти не существует правда еще и я то знаю что я смогу очистить тем более не страшно проходимся где будет если толстовато мы еще сошкурить успеем не волнуйтесь не дожидаясь пока она у нас задубеет и оторвется вместе с трафаретом мы снимаем это все вот замечательная красота мне нравится есть некоторые вот здесь вот неполные дырочки ну и бог с ними нет не страшно где-то я приму или сниму излишки шпаклевки на краях мне они там не нужны края я очищаю вот здесь хвост видите вот этот висит зачем он нам он нам не нужен я его тоже снимаю убрала и теперь остается просто вычистить центр я сейчас буду ставить мою вот эту вот карточку и проезжаться по контуру если бы у меня здесь был сейчас густой плотно нанесенный трафарет то когда бы я начала это счищать линии бы слились объединились бы и у меня получилось бы замыкание контура вот подобные действия уже по нанесенной картинке поприклеены было бы очень неудобно поэтому мы работаем именно до приклеивания изображения конкретно вот здесь вот почему я еще так вот легкомысленно отношусь и не боюсь а грехов а потому что я знаю что когда буду делать контурную роспись всегда смогу еще добавить вот видите вот такую козявку мы и сделаем и к ней я смогу легко добавить еще дополнение и здесь пожалуй маленькую такую же аля корону стоит разместить серединку все таки до очистили чтобы туда у нас смогла встать распечатка вот с крышкой я на сейчас я закончу то же самое здесь изображение есть но так как я буду работать сказать правильно на небольшом всего лишь участке то думаю что я сильно то испортить не смогу в любом случае у вас будет подход прямо на глазах и тут и другой то есть как работать шпаклевкой позже нанесенному как работать по чистому что вам больше понравится тема будете пользоваться смотрим что у нас получилось получилось хорошо но много мне вот это лишним это каша кажется поэтому я вот здесь честно эти штуки не скажем так вообще почти делала про запас на их не хочу теперь не нравятся они мне я оставлю только вот эти вот ленточки по ленточки веночки такой лавровый веночек я оставлю а вот себе билиберду я лучше уберу так здесь мы убрали здесь мы убрали как это мы довольны мы вполне довольны очень неплохое обрамление получилось фирмы трафарет у меня этот барочи но по большому счету работаю всем подряд есть все хорошо идет здесь но благо что лаковый распечатка на таки позволяет забыть а потом вспомнить чистить излишек который попал непосредственно на картинку пока он прилипнуть не успел и мне не придется растирать очищать и тем самым вот у самой мутный налет получить я не рискую все у нас сейчас видите арка полуарка завершение и свобода вот эту свободу я пожалуй сохраню там еще же будут точки да это надо оставить